Good afternoon, boys and girls. Добрый день, мальчики и девочки. Сегодня мы с вами продолжаем изучение глагола can. Итак, давайте вспоминать, что это за глагол такой и когда мы с вами его употребляем. Глагол can употребляется, когда мы говорим о том, что мы можем или не можем что-либо сделать, выполнить какое-либо действие. Например, I can swim. Я могу, умею плавать. А вот если мы плавать не можем, то мы должны после глагола can поставить отрицательную частичку not. I can not swim. Я не умею плавать. Либо же мы можем сказать I can swim. Cannot и can't это одно и то же, просто can't это сокращенное слово. Итак, I can not swim, либо I can't swim. Я не умею плавать. Дальше. А вот если мы хотим задать вопрос, а умеешь ли ты что-либо делать, можешь ли ты что-либо делать, тогда нам нужно глагол can поставить на первое место. Далее у нас идёт местоимение или существительное. Также у нас может быть имя человека. И дальше идёт основной смысловой глагол, то есть само действие. Если мы это действие выполнить можем, мы отвечаем no, I can't. Нет, я не могу, я не умею. Окей, look at the picture. Посмотрите на картинку. Здесь у нас мальчик катается на скейте. Мы видим, что он довольно-таки уверенно держится на доске, поэтому мы можем смело сказать, что да, он очень хорошо умеет кататься на скейте. Итак, can he skateboard? Может ли он кататься на скейте? Yes, he can. Да, он может. He can skateboard. Он умеет кататься на скейте. Can he drive a car? Может ли он водить машину? Ну, мы на картинке вот видим, что вот этот мужчина за рулём, видимо, не очень хорошо умеет водить машину, потому что он сбил пожарный кран и начала хлестать из него вода. Итак, can he drive a car? Может ли он водить машину? No, he can't. Нет, он не может. He can't drive a car. Он не может водить машину. Next. Can she swim? Может ли она плавать? Ну, мы видим, что тут девочка очень уверенно держится на воде, поэтому мы отвечаем. Yes, she can. Да, она может. She can swim. Она может плавать. Next. Ну, мы видим, что у нас здесь мужчина пытался что-либо приготовить, но у него ничего из этого не вышло. Can he cook? Умеет ли он готовить? Слово cook означает готовить еду. No, he can't. Нет, он не умеет. He can't cook. Он не умеет готовить. Next picture. Следующая картинка у нас. Девочка играет на скрипке. Can she play the violin? Умеет ли она играть на скрипке? Yes, she can. Да, она умеет. She can play the violin. Она умеет играть на скрипке. Next. Следующая картинка. Мы видим, что, к сожалению, пока у мужчины не очень хорошо получается кататься на велосипеде. Can he ride a bike? Умеет ли он кататься на велосипеде? No, he can't. Нет, он не умеет. He can't ride a bike. Окей. Look at these pictures. Посмотрите на эти картинки. Здесь написаны слова, которые означают действие. Итак. Cook – готовить еду. Dance – танцевать. Ride a horse – кататься на лошади. Climb – карабкаться, лазить по горам. Spin – петь. Fly – летать. Swim – плавать. Play football – играть в футбол. Итак, если вы действие выполнить можете, в данном случае cook означает готовить еду. Если вы готовить еду уже умеете, вы пишете I can cook. Я могу готовить еду. Если пока еду вы готовить не умеете, вы пишете I can't cook. То есть каждый из вас должен написать предложение конкретно про себя. Что из этого делать вы умеете, а что нет. На каждую картинку вы пишете отдельное предложение. Итак, на первую картинку вот вам пример предложения написан. То есть если вы готовить умеете, вы пишете I can't cook. А если не умеете, то пишете I can't cook. А вот все остальные вам нужно написать. Итого у вас должно быть 7 предложений. Потому что восьмое, вот это, оно у вас уже написано. Каждый из вас пишет предложение конкретно про себя. То есть если вы танцевать умеете, вы пишете I can't cook. Естественно, вы это пишете на английском. А если танцевать вы не умеете, вы пишете я танцевать не умею. Естественно, это тоже все нужно писать на английском. Это ваше формативное упражнение. Вам нужно его выполнить в тетрадке, сделать фото и прислать мне в онлайн-миктеп до следующего урока. То есть до четверга. Our lesson is over. Goodbye. Наш урок на сегодня закончен. До свидания.